Бейзи! Бейзи! Играет свет! Здравствуйте, мои дорогие поклонники компьютерных игр. Вспомните, прошедшее лето только что недавно отшумело, отзвенело, и действительно, для вас оно было очень ярким. Вы купали, загорали, ездили к бабушке, к дедушке, на море, ещё бог знает куда. Ну и, естественно, о компьютерных играх немножечко позабыли. Может быть, оно и к лучшему. Но наступает осень, и всё вокруг оживляется, несмотря на то, что листья уже жёлтые. Посмотрите, началась школа, начались уроки, вы встретились со своими друзьями, взрослые начали играть в политику, ну, а мы с вами продолжаем играть в компьютерные игры. Я вас приглашаю в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Ну, а в мире компьютерных игр всё как прежде. Для начинающих игроков множество простеньких восьмибитных игрушек. Для поднаторевших товарищей более сложные 16-битные сеговские и супернинтендовские. Не забудем и про геймбой. Впрочем, всё по порядку. Я хочу обрадовать тех из вас, кто пишет нам в компанию, такие гневные, ну, конечно, не агрессивные, но всё-таки письма с упрёками. Почему ваша передача длится так мало? 25 минут. Друзья мои, я вас хочу обрадовать по-крупному. Мы увеличиваем время нашей передачи на целых 5 минут. Ну, иной человек скажет, ну, что такое 5 минут? На что они могут повлиять? А нет, за 5 минут можно рассказать о нескольких секретах каких-нибудь играх. Можно показать парочку, пожалуй, даже и троечку новых, совершенно свеженьких игрушек. Да и вообще, 5 минут – это очень в телевизионном понимании большой срок. Итак, начинаем с самого простого. Начинаем с восьмибитного формата. У каждого из вас, я уверен, в доме есть или Дэнди Классик, или Дэнди Джуниор, или какая-нибудь ещё китайская, уругвайская или новозеландская приставка. Это не имеет значения. Вот сегодня для нашей передачи я выбрал три картриджа на любой вкус. Первый из них называется «Иммортал». Это по-английски «бессмертный». Мне всё больше и больше кажется, что содержание восьмибитных картриджей несколько уступает картинкам на обложках этих игрушек. Картинки сказочно-красочные. Игры, конечно, не совсем другое дело. Вот, посмотрите, какая примитивная дуэль голого рогатого монстра с нашим седовласым старичком. Кстати, старичок – это вы. Вы и есть тот самый бессмертный герой игрушки. Вот как ловко он убегает, несмотря на свои преклонные годы, от трёх огненных шаров. Как он почти не кряхтя опускается на следующий уровень и минует драку двух монстров. Как говорится, двое дерутся, третье не лезь. Вы знаете, я бы когда-нибудь, конечно, стал играть в эту игру до конца, если бы мне в обмен за это пообещали бессмертие. Многие из вас интересуются не только компьютерными играми. В круг ваших интересов входят и книги, и фильмы, и спорт, и, конечно, мировые популярные виды спорта, такие как гольф, теннис и, конечно, автогонки, формулы 1. Вот в руках у меня картридж, который называется Nigel Mansell's World Championship. World Championship означает мировой чемпионат, чемпионат мира. А вот Nigel Mansell так зовут дядечку. Он такой, знаете, довольно взрослый уже, с усами, который очень часто побеждает на трассах Формулы 1. И программисты решили запечатлеть его бессмертные подвиги на треке вот в этой игрушке. Давайте посмотрим, что может Nigel Mansell в 8-битном формате. Ну, а может он здесь практически то же самое, что и в 16-ти. Дело в том, что 8-битные автомобильные гонялки очень похожи на 16-битные и почти ни в чем не уступают им. Ну, судите сами. Также замечательно и весело бегут окрестные поля, указатели поворотов, также призывно визжат шины по асфальту и примерно такого же задержания приборная доска. Два зеркала заднего вида справа и слева, скорость прохождения круга, ваша позиция на треке, на карте в середине. Ну, а справа передача, на которой вы сейчас едете, скорость в километрах в час и состояние шин. Известно, что 8-битные игрушки страдают не только изображением, но и звуком. Так по-комариному смешно пищат шины, но вдруг, к моему удовольствию, я услышал вот этот рёв. Послушайте. Это мы с вами обогнали соперника. Неплохо. Ну, а вот это моя любовь и моя радость. Этот картридж называется «Дейк Трейси». Так звали героя американских комиксов, которые печатались в газете «Чикаго Трибью». В 1900, по-моему, 32-м году они начали публиковать эти комиксы. С тех пор они очень полюбились читателям и взрослым, и, естественно, детям. После этого был снят замечательный фильм. Кстати, продюсер этого фильма выступил актёр, играющий главную роль в этом фильме, который так и назывался «Дейк Трейси». Если фильм «Дейк Трейси» — это прежде всего взаимодействие и столкновение различных характеров и персонажей, то игрушку в 8-битном формате с одноимённым названием я бы, пожалуй, отнёс к разряду архитектурно-городских. Да, здесь очень много домов. «Дейк Трейси» заходит в некоторые из них наводить порядок. У нас здесь, кажется, всё в порядке, поедем дальше. Обращайте внимание на крыши домов. Именно там и расположились довольно привольно негодяи. Вот «Дейк Трейси» выходит, несколько метких выстрелов, и негодяй падает с крыши. Правда, куда он упал, увидеть совершенно невозможно. Вот на такой простой машинке с красным маячком на голове и катается «Дейк Трейси» по неизвестному городу. Наверное, это всё-таки Нью-Йорк. «Дор» написано здесь, значит «дверь». Но «Дейк Трейси» не заходит. И вообще, мне кажется, я немножко притомился. Нажмём-ка паузу. Хороши 8-битные игрушки. От «Дейка Трейси» у меня в глазах даже побежали такие зайчики. Что у вас тоже, значит, пора переходить в 16-битный формат. Это «шоу-даун тайм». Пора давать шоу. Или «пора давать шороху». Я бы так даже лучше перевёл. Так начинается инструкция картриджу самурай «шоу-даун». «Шоу-даун» по-английски это «шоу», а вот «шоу-даун» по-японски так называли охранников, телохранителей, больших персон, императоров, принцесс и всяких других японских знатных людей. Вот такой вот самурай в 16-битном формате, как тут написано, «зверский, разрывающий сердце, напрягающий душу и, собственно, потеющий пальцы». Очевидно, имеется в виду, что от этой игры у вас потеют пальцы, когда вы будете тыкать джойстик. Давайте посмотрим, так это или нет. Выбрав себе подходящего партнёра, вы отправляетесь на схватку. Ну, схватка как схватка. Это, конечно, не «Стритфайтер» и не «Мортал Комбат». Так себе драка, надо сказать. Но самое плохое в этой игре — это, конечно, звук. Звук, который не оставляет никакого места для критики. Послушайте, как прерывается музыка в моменты ударов. Это для того, чтобы процессор мог загрузить в себя новую информацию из вашего картриджа, и вы смогли продолжать игру. Для 16-битного процессора это, конечно, стыд и позор. Ну, а о самих японцах вы можете узнать очень много из этой игрушки. То, что они все ходят в платьях, что при ударах они произносят какие-то малоприличные слова, и что судьи на их турнирах больше похожи на железнодорожных рабочих, регулирующих переезд. Конечно, не нужно говорить о том, что игра — это для одного и для двух игроков. А иначе какой бы был смысл в такой замечательной драке? Следующий картридж в формате Sega — вот этот. О нем несколько подробнее мы расскажем, когда будем его показывать. Называется он Sea Quest. Морская экспедиция. На ней ничего не написано. Видно, создатели ее решили поддать секретности и усилить интригу. Ну что ж, ставим этот картридж в приставку и посмотрим, какими там они интригами хотят нас позабавить. Главная интрига в том, что игрушка сделана по мотивам очень популярного и очень многосерийного фильма, который у нас в прокате называется «Подводный воин». Ну что ж, довольно романтичное название. Игрушка требует от вас не только умения нажимать на кнопки, но и некого стратегического мышления. Огромен океан, необозримое его пространство и дно, на котором нет ни жемчугов, ни кладов пиратов, а только враги, враги и враги. 50% жизни осталось у вас после нескольких метких залпов вражеских подводных лодок и теперь нужно найти какое-нибудь порядочное убежище. Вот здесь уже нужно приложить голову и прочитать титры, которые, конечно же, на английском языке. Если вы ничего из вышеперечисленного не умеете, то просто собирайте деньги. Так сказать, на похороны. Не знаю, как вам, а мне нравятся такие игры, где нужно думать, где нужно мало стрелять, а в основном проявлять свою логику, догадливость, интуицию, если хотите. Чем-то мне эта игра напомнила «Soldiers of Fortune». Помните, есть такая игра в формате Sega. Если не помните, я в ближайшей передаче вам напомню. Необязательно. А сейчас с Sega давайте закончим. И с удовольствием я открою для вас новые «Звёздные ворота». «Звёздные ворота» в формат геймбой. Вот у меня в руках картридж, называется он Stargate. «Звёздные врата». Так даже будет более шикарно перевести. «Звёздные врата». Миллион лет назад вас при помощи какой-то машины времени переносит, и вы оказываетесь в Древнем Египте. В пирамидах, в тайниках. И вам нужно прийти к этим «Звёздным вратам» и открыть их. Соответственно, главное постараться не встретиться с зловещим фараоном по имени Ра. То есть вам всё это удастся, «Звёздные врата» откроются перед вами. Если нет, всё, кайбук. Фараоны, как известно, были не только очень мудрыми, но и очень коварными людьми. Поэтому они всячески кодировали входы в свои гробницы, чтобы досужий странник не мог когда-нибудь через несколько тысяч лет похитить сокровища фараонов. Вот вы как раз и должны справиться с этой задачей. Каким образом? Вы когда-нибудь играли в «Тетрис»? Ну, конечно же, играли. Так вот, это гораздо сложнее и гораздо интереснее. Нужно составить одну на другую три скрижали с одинаковыми иероглифами. Как только вам это удастся, верхняя линейка открывается, и вы в следующем уровне. А мы с вами переходим в формат «Супер Нинтендо». Ну и, наконец, дождались мы с вами самого главного. Передо мной огромная гора картриджей для приставки «Супер Нинтендо». Спору нет, я не успею рассказать даже о четверти из них. Но это количество как раз и распределил я на четыре наших программы. И начнем мы с очень интересной и такой даже немножечко жутковатой игрушки. Называется она «Эктрейзер». «Эктрейзер». Вот она. Вот она, эта игра. Сзади мы видим описание на четырех языках. Там, к сожалению, нет русского. Но есть немецкий, английский, французский и, кажется, датский. Вот, наверное, на датском языке вам будет удобнее всего. Я тоже переведу с датского языка. «Разрушитель возвращается». Потрясающая графика. Невероятная, невообразимая музыка. Сто процентов действия. Все это происходит во вселенной, полный призраков и фурий. Добро пожаловать в царство сна, которое может обернуться кошмаром. «Эктрейзер». Ой, страх. Какой страх. Это музыка, эти черные тучи, с которыми, между нами говоря, создатели игрушки немножечко переборщили. Ну, когда стараешься сделать суперигру, всегда что-нибудь да не получается. Ну, а в остальном, великолепный образец романтической, в стиле Вагнера, боевой игры. Вы, юноша-эктрейзер, весом килограмма так в 250, как только крылья держат непонятно, отправляетесь по бескрайней стране за своим счастьем. Ну, наверняка, кого-нибудь спасать. Об этом ни в начале игры, ни на коробке ничего не написано. Ну, а это первый тренировочный враг. Победить его очень просто. Главное вовремя подставлять щит и занимать удобную позицию. Огненные шары, которыми плюется дракон, летают по строго определенной траектории. Не пытайтесь с ними бороться, просто стойте и ждите. Ну вот, главный дракон повержен, и вы приступаете непосредственно к игре. Воздушный дворец, в котором путешествует Эктрейзер, отправляется в Deathland, что означает долина смерти. Вот очень завораживающее начало. И вы в первом уровне. Здесь, как правило, все горит и разрушается. Мало этого, толпы негодяев, вооруженных ножами и пиками, бросаются на вас, чтобы помешать вам в вашем благородном деле. Выше голову и смелее. Не забывайте про щит и меч. Итак, это была игра Эктрейзер, часть вторая. Производство фирмы Ubisoft Entertainment Software в указаниях для пользования. Возможно, для всех возрастов от 3 до 10 лет, от 11 до 14, от 15 до 17 и от 18 и старше. Но оставим ее в покое и перейдем к следующей игре. Это совершенно противоположная игрушечка. Мы, знаете ли, любим работать на контрастах. То вот такого страху нагнали с чудовищами дофуриями, то милая игрушка Twin Bee. Twin по-английски близнец. Bee – это пчела. Но еще и, если говорить коротко, так Bee – это буква алфавита. Вторая по счету. A, B, C, D. Ну и дальше вы сами прекрасно знаете. Итак, производство фирмы Pelcom Software. Twin Bee. Девчонки очень любят танцевать. Послушайте, в эту игру можно играть и пританцовывать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Похоже на песню «Крылатые качели». Врагов пока не видно. Есть только нежные колокольчики. Когда они меняют цвет, их нужно хватать, тем самым зарабатывая себе очки. Ну а где же враги, спросите вы? Сейчас мы до них долетим. Вот городок, по улицам которого ездят бешеные ананасы. Их нужно бомбить, нажимая другую кнопку на вашем пульте. Чем больше ананасов вы разбомбите, тем больше очков получите. Ну что ж, с ананасами покончены. Берегитесь вилок, которые появляются в синем небе. Вот они действительно опасны. Но и колокольчики, летящие вслед за ними, от этого дороже стоят. А вот сверху какие-то вражеские пчелы или осы впускают в вас белые шарики. От них увернуться довольно просто. Вообще игра очень светлая, радостная и интересная. Итак, запомните, это была игрушка Pop'n'Twin'Bee, леталочка для девочек. Ну а сейчас игрушка общего пользования. Называется она Super Soccer. По-английски это означает Super Football. Многие из вас путают футбол с сокером. Вернее, мы-то с вами, конечно, не путаем футбол. Он для нас и есть футбол. Пятнистый мячик, бить ногами, руками трогать нельзя. Толкаться тоже, подножки ставить запрещено. А для американцев футбол совсем другое. Это, знаете, такие здоровенные дядьки в шлемах бегают, пихают друг друга, что есть силы. И играют таким вот странным, таким дефективным, я даже сказал, продолговатым мячиком. Эта игра сейчас у нас тоже приобретает некоторую популярность. Но, конечно, до популярности настоящего футбола ей далеко. Осень это не только разгар политической деятельности, но и футбольные страсти. Особенно это происходит в России и в Европе. И вот, когда клубы начинают рубиться друг с другом за звание чемпионов. Все это вы можете сделать, не вставая с дивана, если у вас будет картридж Супер Сокер. Производство фирмы Супер Нинтендо. Да, Нинтендо это не только разработчик приставок, но еще и довольно активный создатель новых игрушек. Вот одна из них у меня в руках. Давайте посмотрим, как можно играть в европейском первенстве, не выходя из вашей двухкомнатной квартиры. На мой личный взгляд и по опросу некоторых очень компетентных моих товарищей, это самый лучший футбольный имитатор из всего, что было создано в 16-битном формате. Посудите сами, сколько стратегии, ловкости и по-настоящему футбольной смекалки нужно проявить, чтобы добиться успехов в этой игре. Несколько слов о правилах. Вы играете командой синих. Проход к воротам, удар нет, вратарь выбивает мяч, и он, как в настоящем телевизионном репортаже, летит прямо на камеру, увеличиваясь в соответствии с законами физики. И снова вы в атаке. У кого мяч, это видно, а вот кому выгодно отдать пас, подсказывает компьютер. Стрелочкой постоянно меняющегося цвета. Ах, они нарушают правила, но судья, кажется, не заметил этого. Вообще, с точки зрения правил и грубости игры, здесь всё как-то очень лояльно. Посмотрите сейчас ещё раз. Оп, сносит нашего игрока и ни в чём не бывало отправляется дальше. Атака! Удар! Вратарь на месте! Но звучит финальный свисток, матч закончен, и наша передача, увы, подошла к концу. Я слышу вас в возмущённые возгласы. А что это за коробка, которую ведущий так и не открыл для нас? Это мой большой секрет, впрочем, только до следующей программы. Пока! Дэнзи! Играет всем!